Всем привет! Сегодня мы поговорим о пользе и вреде зелёного чая. В видео сможете узнать о рецептах применения напитка, специальном методе заваривания и о важных противопоказаниях. Поэтому прошу досмотреть ролик до конца. Ещё хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрит целых 61% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу командой, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте так, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась «Вы подписаны». Заранее спасибо и приятного просмотра! Зелёный чай – это напиток, который меньше всего подвержен ферментации. Листья зелёного и чёрного чая собираются с одного куста, но за счёт манипуляции различного характера из одних листьев выходит чёрный, а из других – зелёный чай. Чаще всего, чтобы создать менее ферментированный напиток, его листья сначала обрабатываются паром при температуре около 180 градусов. Процесс окисления занимают до двух дней, после чего его прерывают методом нагревания. Китайцы ещё с древних времён предпочитают пить зелёный чай вместо вина и воды, так как он не только прибавляет энергии и поднимает настроение, но ещё и не распространяет инфекции. Согласно китайской легенде, зелёный чай возник следующим образом. Более 4 тысяч лет назад один пастух подметил, что его козы, которые в этот день поедали листья с чайного куста, вдруг стали необычайно резвыми, подвижными и игривыми. К запасу пришла в голову мысль о том, чтобы сорвать листочки с этого куста и добавить их в горячую воду, вследствие чего и получился приятный и бодрящий настой. До I века н.э. на территории Китая, чтобы приготовить этот напиток, использовали свежие сырые листья чайного куста, а какое-то время спустя их начали сушить и прожаривать. В VII-X веках во времена правления империи Тан в стране стало появляться множество чайных плантаций, и церемония употребления зелёного чая стала обычаем для всего китайского народа. При дворе императоров Поднебесной стали проводить соревнования между знаменитыми мастерами по приготовлению самого изысканного и вкуснейшего напитка. В X-XII столетия начали активно использовать традиционную посуду для заваривания и употребления зелёного чая. Напиток начал набирать популярность в Японии, где зародилась собственная церемония чаепития. Также его начали употреблять в Индии, Корее, Азии и на Ближнем Востоке. На территории Европы зелёный чай появился только в 1584 году. Португальцам и голландцам выпала честь первыми ознакомиться с новым напитком. В Англии зелёный чай появился в 1664 году, а в России его впервые попробовали в 1618 году. Это был царь Михаил Фёдорович и его бояре. На сегодняшний день существует множество различных сортов, и что такое зелёный чай, знает каждый. В Китае и Японии и по сей день сохраняется традиция устраивать чайные церемонии. Лечебные свойства зелёного чая. На протяжении последних десятилетий медики исследуют активные компоненты этого напитка и выявляют его новые возможности для лечения многих заболеваний. Напиток оказывает тонизирующий эффект на все системы организма человека в целом, ведёт к улучшению их общего состояния. Танин и кофеин, входящие в состав чая, стимулируют мыслительную активность головного мозга. Чай полезно употреблять для профилактики образования тромбов. Он также способен снизить уровень сахара в крови, защитить печень от токсинов, облегчить симптомы, свойственные диабету второй стадии. Сильнейший антиоксидант. Данное свойство является наиболее важным. Оно обеспечивается за счёт содержащихся в напитке веществ, таких как эпигаллокотехин, полифенолы, флавоноид, верцетин, витамины группы Е, С и прочее. Цитопротекторное и антиоксидантное свойства напитка можно применять в комбинированном лечении большинства болезней, которые сопровождаются окислительными стрессами. Зелёный чай активно применяется при терапии злокачественных опухолей, процессе прохождения лучевой или химиотерапии, при лечении сердечно-сосудистых и бронхолёгочных заболеваний и хронической интоксикации. Также это возможность снизить повреждающее воздействие ультрафиолетовых лучей на кожные покровы. Антиканцерогенные свойства. Сегодня этот фактор является самым изученным. По результатам многочисленных исследований была доказана неоспоримая эффективность катехинов напитка для проведения комбинированного лечения таких патологий, как рак шейки матки, рак печени, рак молочной железы, предстательной железы и опухоли мочевого пузыря. Эпикотехин-3-галат и эпигалокотехин-3-галат – это ключевые противоопухолевые агенты. Эти вещества реализуют своё действие в несколько этапов. Первым делом происходит нарушение трансдукции – это передача сигнала внутри раковой клетки, что замедляет пролиферацию раковых клеток. Активируется апоптос раковых клеток, уменьшается экспрессия фактора роста эндотелия и блокируется ангиогенез в опухолевых тканях. Как следствие, происходит ингибирование роста злокачественной опухоли, нарушение её питания и замедление распространения. Кардиопротекторное свойство В Сингапуре учёные в процессе исследования вещества эпигалокотехин-3-галат выявили, что он способен обеспечивать защитный эффект при доксорубицин-индуцированных повреждениях кардиомиоцитов. По итогу исследований был установлен факт того, что это вещество восстанавливает уровень кальция, содержащийся в саркоплазматическом ретикулуме кардиомиоцитов, до физиологической нормы и защищает кардиомиоциты от окислительных стрессов путём связывания активных форм кислорода. Антиэтерогенное и кардиоваскулярное свойства Большинство больных, у которых есть такие заболевания, как нарушение мозгового кровообращения, артериальная гипертония, сахарный диабет и другие болезни сердечно-сосудистой системы, отмечают, что при употреблении зелёного чая, даже в качестве биологически активной добавки, их самочувствие и общее состояние здоровья заметно улучшается. За счёт плаваноидов, содержащихся в чае, улучшается микроциркуляция и регулируется тонус кровеносных сосудов. Противовирусное действие Зелёный чай, благодаря содержанию таких веществ, как эпигаллокатахин-3-галат, подходит для профилактики заражения инфекцией гепатита группы С. Он не позволяет вирусу внедриться в клетки организма. В процессе пересадки органов катехиты этого напитка могут стать неотъемлемой частью противовирусной стратегии. Антипрофилеративное свойство Вещество эпигаллокатахин-3-галат нашло применение в комплексной терапии следующих заболеваний – диффузная мастопатия, миомоматки, эндометриоза и прочее. С его помощью происходит восстановление нарушенного баланса между апоптозом и пролиферацией. Другие полезные свойства Употребление зелёного чая способствует улучшению обмена веществ в организме, укреплению ногтевых пластин и волос. Напиток способствует быстрому усвоению тяжёлой пищи и расщеплению жиров, помогает похудеть людям, имеющим лишний вес. Этот напиток повышает иммунитет, помогает бороться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, кокковые, дизентерийные и другие бактерии. Как правильно заваривать зелёный чай? Если вы хотите получить от напитка максимум пользы, аромата и вкуса, следует выполнить следующее действие. Использовать воду для заварки, которая не имеет жёстких примесей, так как они способны значительно испортить вкус. Идеально подойдёт мягкая питьевая или родниковая вода. Обратите внимание, что вода должна быть первого кипения. Чайник следует выключить сразу же после появления первых небольших пузырьков. Дайте воде остыть. Оставьте воду на 10 минут, и тогда её температура будет приемлемой для заварки 70-80 градусов, и все полезные свойства чая будут сохранены. Прогрейте посуду. Заваривайте чай небольшими проливами. Сливайте заваренный настой до последней капли. Если оставить чай в воде, то спустя некоторое время в нём появится горчинка. Противопоказания и вред зелёного чая. Всем известен тот факт, что что-то может быть полезным для одного человека, но приносить вред другому. Исследования полезных и вредных качеств зелёного чая продолжаются до сих пор, и многие факторы ещё не выяснены. Ограничить употребление напитка следует, если у вас есть язва желудка и 12-перстной кишки, бессонница. Особенно не стоит употреблять зелёный чай во второй половине дня. При дефиците железа в организме пить зелёный чай допускается только спустя полчаса после приёма пищи. За это время железо из еды успевает усвоиться. Также стоит ограничить употребление зелёного чая при беременности, глаукоме, при обострении почечных заболеваний, при наличии непереносимости или аллергии на кофеин. Рекомендации по употреблению зелёного чая, которые помогают снизить его вредные воздействия и усилить полезные свойства. Не пейте напиток на голодный желудок. В этом случае раздражается слизистая оболочка органа. Она начинает производить желудочный сок и начинает переваривать саму себя. В особенности это опасно для людей, страдающих хроническим гастритом и язвами. Не пейте обжигающий чай. Употребление чересчур горячего напитка длительный период времени может вызвать болезненные деформации внутренних органов. Слишком крепкий чай является причиной головных болей и бессонницы. Длительное заваривание напитка вызывает самопроизвольное окисление полифенолов и эфирных масел, а это снижает его питательную ценность, лишает аромата и вкуса. Если нет необходимости работать на протяжении всей ночи, то не следует пить зелёный чай перед сном. Наилучшим решением будет выпить напиток за полчаса до приёма пищи, главное не позже. В случае употребления зелёного чая непосредственно перед трапезой может возникнуть разжижение слюны, отчего пища будет казаться невкусной. Также существует риск снижения усвоения протеина. Не следует запивать лекарства зелёным чаем. Это не столько вредно, сколько снижает усвоение препаратов организмом из-за дубильных веществ, которые содержатся в напитке. Неправильное употребление зелёного чая. Употребление напитка со спиртным или после. Это приводит к образованию альдегидов, которые наносят почкам колоссальный вред. Чрезмерное употребление напитка более трёх чашек в сутки приводит к состоянию алкогольного опьянения, появляются головные боли и головокружение. Заваривание чая крутым кипятком приводит к разрушению его ценных веществ и компонентов, что делает его бесполезным. При этом таких вредных веществ, как пурины, значительно прибавится. Не стоит отказываться от употребления зелёного чая только потому, что он имеет ряд вредных качеств, ведь его полезные свойства для организма человека значительно их перевешивают. Следуйте простым правилам, чтобы снизить уровень вредного воздействия до минимума. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения, поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Ещё буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Человеческий организм». До новых встреч!